Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале Бесплатный Репетитор. И специально для вас записываю данное видео, чтобы отчитаться и задать некоторые вопросы. Итак, отчитываясь. Специально для вас был создан новый канал, но уже не по английскому языку, а по испанскому языку, испанский язык по плейлистам. Канал специально создан для тех, кто хочет изучать испанский язык совершенно бесплатно по данной методике. То есть очень эффективно. Друзья мои, вы можете подписаться на канал, и также в ближайшее время, если действительно зрители потянутся, можем также выкладывать курс. Но сразу хочу сказать, что мы начнем от самого простого к сложному. Потому что для многих язык новый, если в английском языке слова были многие знакомы, то есть мы максимально безболезненно, максимально подробно план погружения в испанский язык, чтобы действительно наращивать нашу силу по грамматике, лексике и так далее. Это первая новость, друзья мои, но решение было именно создать это на отдельном канале. Значит, вторая новость, друзья мои. Значит, канал данный, бесплатный репетитор, стал лидером, именно лидером по статистике в плане обучения для начинающих. Действительно, вот то, что мы записали, это просто хит. Я очень рад, что вы так хорошо смотрите. В частности, первую часть курса именно данного плейлиста Beginner. Действительно, очень мощное такое погружение, я очень рад. Что касается продолжения второго уровня, это уровень Elementary, то как-то активность поменьше стала, поэтому мы пока временно приостановили курс. Но, если вы хотите, чтобы этот курс был скорее завершен, уровень Elementary, то об этом тоже напишите, я должен об этом знать. Вы, друзья мои, меня поймите правильно, потому что очень много поступает заявок на различные курсы, языки, и приходится делать выбор. Потому что, на самом деле, в настоящий момент, к примеру, значит, мы с вами в основном выкладываем видео на канале «Английский язык по плейлистам», потому что этот канал имеет шикарный плейлист, оранжевый плейлист, который стал абсолютным хитом. И очень много зрителей, очень много заявок, и поэтому мы вкладываем данные курсы там. Вот. Но если вы считаете, что данный курс для вас тоже очень важен, напишите бесплатно, репетиторы, мы можем, по крайней мере, закончить этот вот второй уровень, можем закончить. Более того, на самом деле, действительно, проблема в том, что не у всех есть много свободного времени, чтобы просмотреть, допустим, 2-3 тысячи видео. Поэтому есть некоторая альтернатива. Это сделать экспресс-курсы по уровням. В частности, на уровне Intermediate, к примеру, 50 видео, на уровне Upper Intermediate, там, 50 видео, но они такие экспресс. На уровне Advanced, тоже 50 там видео, к примеру. То есть, чтобы пойти от противного, то есть, мы можем, например, не под каждый уровень записывать по 600 видео. То есть, это очень сложно просмотреть эти видео, по 600 видео каждый уровень. Можно от противного пойти. Например, записать экспресс-курсы. У нас есть, в принципе, экспресс-курс за 10 уроков. Можно, допустим, записать экспресс-курс, допустим, за 200 уроков. Может быть, не такой поэтапный, но сделать кому это, соответственно, интересно. А потом расширить, то, соответственно, можно на уровне сделать там 100 уроков, к примеру. Но просто действительно оказалось так, что для многим просто не под силу, соответственно, оказалось просмотреть достаточно большое количество видео, и поэтому желающих стало гораздо меньше. А в то же время у меня очень много заявок есть также на другие курсы и по другим языкам, поэтому мне просто приходится расставить приоритеты, где больше спрос, там приходится и делать. Потому что нужно как бы также популяризировать, популяризировать, соответственно, эту тему и принести даже больше пользы людям. И, соответственно, если действительно я увижу, что активность высокая на канале, что вы активно смотрите курс, нет проблем, будем интенсивнее продолжать. Но тоже помогают в этом, соответственно, комментарии ваши. Что касается других языков, друзья мои, в частности, испанского языка тоже есть заявки. Но, конечно, пока заявок не так много, но я считаю, это как бы дело времени, потому что испанский язык – это, на самом деле, может быть, открытие для многих. Потому что многие просто его не изучали ни в школе, ни в институте, но просто у нас нет такой практики, в принципе, как китайского языка. Но тут очень большие перспективы у данного языка, и, в принципе, зная английский язык, вы легко можете здесь разобраться. Слова похожие, там «минута», «минута» – это на русском, а на испанском – это «минута», «минута», «минута». И давайте от противного пойдем какое-то слово вспомним. Примеры слова «посибле», 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 «посибле» – это «пособл», «возможно», «импосибле», «невозможный», «impossible». И там вот такие слова сплошь и рядом. Даже я вот, честно, хочу сказать, даже раньше, зная только английский язык, и мало там испанский, ну, не мало, то есть, ну, не на уровне «адванс», но раньше, допустим, на уровне, может, там, среднем уровне. И, соответственно, вот этот ключ, именно что вы знаете английский язык, вы понимаете сразу много слов. То есть, даже вот такие, не знаю, слова, то есть, очень редкие слова. Во-первых, считается, что если вы знаете английский язык, то это плюс тысяча слов к испанскому языку. Вот так вот некоторые пишут, то действительно, это вот тысяча слов уже вы знаете. Поэтому там все вот то же самое. Там есть слова похожие, которые совпадают, есть созвучные, например, на, соответственно, английском языке «aua», а на испанском это «ora», 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 то есть «час», или «aua», или «ora». Там, похоже, они пишутся тоже вот с этим, с «h» или как «h» буквы вообще правильно называются. Вот, и, соответственно, очень много таких вот совпадений, поэтому, опять же, напишите, что вам нужно. В частности, также сейчас идет разработка приложений, соответственно, по языкам, и приходится оставить приоритеты, поэтому, если сейчас курс пока временно приостановлен, соответственно, вы не думаете, что на этом английский закончен. Нет, это очень хорошая база. В любом случае, даже если вот сейчас ни одного видео не добавить на данный момент, то есть это уровень, в принципе, золотого плейлиста, это очень мощный фундамент. А далее вы можете, соответственно, вот, чтобы не ждать, допустим, новое видео, если не хотите пока ждать, можете пока перейти, соответственно, другие плейлисты. В частности, это оранжевый плейлист, или синий плейлист, или зеленый плейлист. Ну, на самом деле, более такой вот насыщенный для начального уровня, наверное, зеленый плейлист. В принципе, я тоже не понимаю, почему данный тоже плейлист не совсем оценен правильно, потому что там где-то 500 видео, это экспресс такой курс, ритм более, может быть, высокий, чем вот в золотом плейлисте, но зеленый плейлист очень хороший плейлист, и на самом деле это очень дает мощную такую базу. Просто вот оранжевый плейлист, он более такой сокращенный, то есть, может быть, так детально не останавливается вот на первых уровнях, но сокращенный синий плейлист тоже очень хороший, пожалуйста, вы можете. И, честно, я никогда не понимаю вот людей, которые вот думают, давайте вот нам одну книгу, и по ней выучим, соответственно, вот язык, друзья мои, так не будет, это невозможно. Это то же самое, что вот я возьму, вот решу так, давайте я возьму одну книгу какую-то, например, по английскому языку, и вот этой книги мне будет достаточно, чтобы выучить язык так не работает, друзья мои. Я лично хочу сказать, чтобы я выучил, допустим, соответственно, то же самое, не только испанский язык, не только английский язык и испанский язык, да, в том числе, это просто очень много материалов, это не одна книга, не две, не десять, не двадцать, не пятьдесят книг, чтобы действительно знать именно на уровне преподавателей и понимать каждую тонкость. Это гораздо больше. То есть, опять же, вот это откуда пошло, я не понимаю. Давайте возьмем какой-то один курс и по нему выучить. Да невозможно в одном курсе. Один курс, он все равно ограничен или по размеру текста страниц, или по размеру видео. Невозможно. А курсы они друг друга дополняют. Поэтому я рад, что вы активно смотрите другие курсы, и золотой плейлист, соответственно, и синий плейлист, и оранжевый плейлист, и другие видео тоже, и просто видео. Я рад, что вы смотрите, это дополняет. Поэтому, честно, я никогда не понимаю, вот один плейлист и все, нет, все равно вот что-то новое для себя открываешь. Я еще раз повторюсь, когда я изучал английский язык, а это было очень давно, значит, много лет назад, активно, то я тоже, тогда вот еще не было видеоформата, были какие-то книги, материалы. У меня не было какой-то одной книги, было несколько книг, несколько материалов, они друг друга дополняли, и я очень был рад. Даже если у меня был процент очень высокий правильных ответов, и, соответственно, все равно были какие-то мелочи, которые я, может быть, не замечал, и я потом это обнаружил и так далее. Поэтому, друзья мои, опять же, суть, что вы дополняете, но, опять же, если вы хотите продолжение именно, соответственно, подробного курса Elementary, но вот я вот сделал для себя еще давным-давно план курса Elementary, это где-то, друзья мои, вот если делать действительно подробно, это где-то 600 видео, 600 видео. То есть получается, что первый уровень, вот, и второй, если подробно делать, это, то есть первый уровень где-то, значит, 500 видео, поправьте, если я ошибаюсь, и второй уровень, где-то 600, чуть больше он получается, и получится где-то 1000 видео. Если вы хотите именно такие подробные курсы, напишите, просто не все оказались готовы, значит, к таким объемным курсам. Поэтому, пока, чтобы никого не смущать, пока видео были приостановлены, если вы хотите, напишите. Если вы считаете, что у вас не так много времени, а вы хотите более экспресс-курсы, то, пожалуйста, можете это также написать, мы делаем также видео по классам, у нас 10 уроков на класс. И также грамматика, пожалуйста, напишите. Если вам тоже нужен другой язык, а можно учить несколько языков параллельно, который вам не мешает, тоже напишите, друзья мои. Я жду вашего feedback, feedback, обратной связи, друзья мои. Я просто сказал вам, как есть, что сейчас время не проходит даром, просто это время, которое мне есть, оно вкладывается в какие-то курсы или приложения, и жду, соответственно, тоже с вашей стороны ваши мнения и ваши заявки. My friends, thank you very much.